Беларусь собирается на Олимпиаду в Париж, пусть и в нейтральном статусе, но дополнительных условий не приемлет. Это еще раз на прошлой неделе подтвердил глава Национального Олимпийского комитета Виктор Лукашенко. По состоянию на сегодняшний день у наших атлетов 28 лицензий. И еще есть возможность эту цифру увеличить. А прошедший в Минске форум спортсменов Беларуси и России еще раз подтвердил, насколько противоречива эта олимпийская тема. Ведь не все соседи готовы ехать в Париж, а некоторым нашим просто не разрешают Международная Федерация. Хватает и парадоксов. Наши борцы, например, в Токио имели 8 лицензий, а сейчас после санкций аж 10. На данный момент мы не видим больших препятствий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. Поэтому мы отдаем это на откуп спортсменам. Мы все прекрасно знаем, что мы белорусы, мы выступаем за Беларусь. И в своей душе мы поем этот гимн. И для нас, если ты завоюешь в определенное место, этот флаг будет подниматься. Поэтому на данный момент, без дополнительных условий, я вижу, что спортсмены могут принимать участие в Олимпиаде. Путевка есть. Возможности туда поехать, скорее всего, нет. Потому что Коя не меняет своего решения. Польша ориентирована на игры Брикс и на все вот эти этапы королевы спорта. Возможно ли пояснить как-то зрителю, в чем логика, например, если мир борьбы допускает своих ребят, а Федерация международная не допускает? Получается, дело в каких-то личных амбициях, в личных взглядах на процесс. То есть это вообще не единая позиция, и все очень разрозненно в итоге там получается. Да, здесь уже на самом деле какой-то человеческий фактор. Кому-то нравятся белорусские спортсмены, кому-то не нравятся. Кто-то больше упирается в эту политику, кто-то все-таки пытается отстоять то, что спорт вне политики. И мы, к сожалению, в легкой атлетике столкнулись с таким человеком, который просто, ну, не любит нас. И все. Это «Спорткадр». Здравствуйте. И смотрите сегодня в программе. Тот факт, что он сядет в автобус и поедет грустный до Мозыря, это очень прекрасное ощущение. Панюков с Батте сильнее Слави и Биончика и кричит об этом на всю Ивановскую. Только тренировки. С утра до вечера. Горизонт слишком легко сложил чемпионские полномочия. Минск спустя три года снова с титулом. Лето все провели раздельно. Очень было это тяжело. Во всем виновата любовь. Российская биатлонистка будет выступать за Беларусь. Молодежь, как говорится, на пяточке наступает. Велосипедист Станислав Башков завершает карьеру в пользу своей супруги, биатлонистки Анны Соло. Превратности судьбы профессионального спортсмена. Главное спортивное событие прошедшей недели – теннисный турнир в Риме. Белорусская Арина Соболенко стала чуть богаче, но опять проиграла и Гешвен. Швентак 6-2-6-3. Турнир в ИТА 1000 в Риме – шестой тысячник в сезоне. Снова вместе выйдя в финал, две лучшие теннисистки в мире – Швентак и Соболенко – обеспечили себе 650 рейтинговых очков и 365 тысяч европризовых. Победа принесла в итоге и Гешвентак в общей сложности 1000 очков и почти 700 тысяч евро. Маленьким утешением Соболенко стал тот факт, что она осталась второй ракеткой мира. В иной год Бата и Славия могли бы неприметно сыграть между собой в рядовом матче чемпионата Беларуси, если бы не Андрей Панюков и Иван Биончик. До конца трудно понять, какие струны тонкой душевной организации российского форварда задел белорусский тренер за короткий период сотрудничества. Но почти в каждом своем интервью Панюков или недобрым словом, или со злой иронией вспоминал Биончика. Каких-то иных суперматчей на неделе в календаре запланировано не было перед Кубком Беларуси, поэтому Максим Кембель без оглядки рванул в Борисов писать видосики. Иван Сергеевич, проиграли сегодня вновь. Можно сказать, что у команды некий спадли – это такой журналистский штамп? Я думаю, что это штамп. А это раз. Второй момент. Каждый проигрыш – это какая-то отдельная ситуация. И, соответственно, ее тут не стоит как-то интерпретировать. Что хотел бы отметить и больше сфокусировать – это то, что болельщики приехали, поддержали. И, в первую очередь, перед ними стыдно. И стыдно за результат. И, откровенно говоря, стыдно за то, что мы сегодня показали. Потому что соперник предложил длинный мяч, соперник предложил стыки. И в этих моментах надо было преуспеть. И, опять же, было достаточно пространства. Чтобы просто реализовывать и развивать игру. Таким, по мнению Ивана Биончика, получился матч Слави против БАТЭ. В этом поединке команды сподобились лишь на один забитый мяч. Спасибо местным болельщикам нужно сказать защитнику гостей Андрею Залескому. На 15-й минуте встречи он срезал мяч в собственные ворота и тем самым вывел Борисовчан вперед. БАТЭ выходит вперед. 1-0. Забивает команда Кривушенко. Тренерский штаб Мазырян явно был недоволен происходящего на поле. Поэтому решился Иван Биончик на замену еще по ходу первого тайма. Сразу три новых игрока появились на поле. Но про тройную замену не могу спросить еще в первом тайме. Это все-таки повлияло на то, что не получалось играть, свой планку это выдерживать? Играть получалось, план получалось выдерживать, но с этого плана надо было больше реализовывать. Когда мы немножко не так действуем, как хотелось бы, ну скажем так, не то, что как хотелось бы. А то, что игра предлагала совершенно другие ресурсы, мы это проигнорировали, это факт. И, к сожалению, те возможности, которые у нас были, мы просто не совсем объективно их реализовывали. Второй тайм подарил болельщикам много эмоций и борьбы. Напомню, что Ануфриев пока не отличался, а сейчас вот... Подбор, Олег! Вот здесь, Олег! Можешь отскочить! В этом компоненте 2-1. Не в пользу, разумеется, Славя. Мече отдаем! Но, как было сказано уже выше, не было во втором тайме самого главного – голов. 1-0 побеждает Бате второй раз к ряду. Славя же на протяжении трех туров не набирает очки и не может поразить ворота соперника. Можно сказать, что Бате не находится уже в поиске своей игры, а все-таки вот обретает свой какой-то рисунок? Ну, наверное, я бы сказал, мы обретаем характер. Вот это самое главное. Для меня это главный показатель. Сегодня были возможности все-таки, наверное, больше забить, да? Славя так сыграла в обороне или все-таки не хватило исполнительского мастерства? Ну, любая игра – это и чуточку везения, и чуточку исполнительского мастерства. То есть все вместе. Ну, не удалось. Хотя были подходы хорошие во втором тайме на контратаках, но не удалось. Ну, хотя и Славя, в общем-то, сумела создать давление. Вот. Были достаточно неприятные для нас фланговые передачи. Ну, рад, что мы как бы сумели отстоять свои ворота. Даже после финального свиска страсти не утихли. Главный, в кавычках, поклонник Ивана Биончика Андрей Паников не сдерживал себя и свои эмоции. Об этом мы говорили. Принципиальность. Вы сейчас в конце так эмоционировали, я так понимаю, это привет, да? Одному известному тренеру. Да, да, очень рад. Я мне очень греет душу. Я хоть сегодня и не забил, но тот факт, что он сядет в автобус и поедет грустно до Мозыря, это очень прекрасное ощущение. Пацанам спасибо, просто молодцы. Играли хорошо. Счет по игре. Можно уже назвать ваше представление со Славей, с Иваном Биончиком? А все, пусть он посмотрит на табло просто. И все. То, что я не забил, ничего страшного. Главное счет на табло – три очка. А у Слави три поражения подряд. Вопросы? Такой короткий спектакль одного актера не всем пришелся по вкусу. Возникает небольшая потасовка, попытается разобраться. Игорь Шумилов, эмоции понятны. Панюков фамилию еще помните такую? Да, и что он? Видели, что сейчас он сэмоционировал? Так никак на вас это не влияет? А вы видели? Так он сэмоционировал? Да. Вы запечатлели это? Да, конечно. Ну и как вы считаете, это имеет место быть? Если мы говорим нормальная конкуренция, нормальное спортивное общество, это имеет место быть или это не имеет место быть? Ну так вот это надо показать и, понимаете, надо это искоренять. Потому что есть две ситуации. Человек показал, ему сошло это на нет. Показал это тренер и его дисквалифицировали. Понимаете, вопрос, тут этики тоже должен быть в той или иной степени. А это не этики. Это вы сами понимаете, что и вы сами на это ответили. Так что это даже не мои слова. Если это, ну, общество принимает это, ну, значит окей, значит, наверное, мы неадекватны в своих восприятиях, в своих эмоциях. Теперь к другим матчам девятого тура. Неожиданно, но приятно удивился ли горский шахтер в поединке против Минского «Динамо». Горняки едва не отобрали очки у действующего чемпиона. Лишь на 88-й минуте Дмитрий Пострелов принес победу столичному коллективу. Действительно игра была очень трудная. Я понимаю, у шахтера незавидная ситуация, положение незавидное. Команда в последних матчах не набирала очки, но сегодня вышла заряженная на игру, чтобы изменить эту ситуацию. И здесь вот важно было очень команде при подготовке к матчу учесть то, что матч будет непростой. И эта команда молодая. Там есть амбициозный тренер молодой, который также хотят себя проявить. Сейчас на ваших экранах полная картина результатов. Стоит отметить уверенную победу Брестского «Динамо» над Слуцком 4-1. Викторию Немана над Держинским арсеналом 1-0. А вот «Торпеда Белас» в этом туре довольствуется лишь одним баллом. Автозаводцы не смогли переиграть на выезде «Гомель». А вот так прямо сейчас выглядит турнирная таблица. Возглавляет ее Гродницкий «Неман». Следом идут «Торпеда Белас» и «Динамо» из Бреста. Скрипченко и компания по-прежнему не в топ-3. У них четвертая позиция. Внизу без особых изменений «Шахтер» замыкает пелетон чуть выше ФК «Минск» и Слуцк. И вдогонку кое-что еще о футболе. Финал Кубка Беларуси в ближайшую субботу уникален в своем роде. На скамейке обеих команд не будет главных тренеров. Игорь Ковалевич мотает четырехматчевую дисквалификацию на трибунах. На один поединок меньше, вне технической зоны, проведет наставник Ислыча Дмитрий Комаровский. Ковалевич даже на трибунах ведет себя эпатажно, чем привлекает внимание телекамер. Ждем от обоих тренеров перформанса и в Жодино. Теперь баскетбол. Не думали мы, что так рано будем подводить итоги сезона в женском чемпионате? Лучшая команда последних трех лет и главный белорусский бренд «Горизонт» из рук вон плохо провел финальную серию против Минска и уступил в трех матчах. И это при том, что у бывшего уже чемпиона много игроков национальной сборной. Александр Якубовский отправился в Молодечно, чтобы выяснить, за счет чего Минск смог достичь такого превосходства. Молодцы, получатся по награду в самолюбе «Ждите вхороших городе, республики Владу!» Вот он, первый трофей Минска за четыре сезона. Три года горожанки не пополняли свою коллекцию новыми титулами. Да и в битве за чемпионство в этом сезоне едва ли кто-то считал команду Андрея Вавлева фаворитом. Скорее всего, никто, как и в начале сезона, самый отчаянный оптимист. И то, как бы, я думаю, скорее всего, не думали, например, что мы так завершим. В начале сезона, когда они к чемпионскому составу укрепляются, как бы, Гаспер, Дорейка игроками национальной сборной, Деорой, а мы, Борисевич второй команды, Почкаревой, и там еще на подъезде была Джонсон. Там кто-то верил, что мы выиграем? Тут вообще никто не верил, а то, что весь чемпионат без поражения пройдем, например, поэтому вообще и плей-офф тоже, как бы, это из раза фантастики. Фантастики. Сейчас мы сделали свое дело, а теперь осталось, как бы, чтобы подблагодарили команду. Уже после заключительной встречи сезона наставник столичных делится секретом успеха с нашей съемочной группой. И чемпионская формула предельно простая. За этот сезон запомнят только тренировки. С утра до вечера. И она, бля, кому-ка. Перед стартом сезона едва ли кто-то мог предположить, что гегемония будет прервана в горизонт? Наверное, все пошло от нашей первой игры с горизонтом, первой игры регулярного чемпионата, когда нам сказали играть как можно быстрее и агрессивней, и это наш единственный шанс выиграть эту команду. Это сработало. Мы выиграли первую игру, 22 очка. И на протяжении всего сезона выиграли все игры регулярного чемпионата и здесь 3-0. Еще нас очень разозлило и, наверное, еще больше смотивировало то, что мы не выиграли кубок в декабре. На трибунах молодечно замечаемый экс-баскетболистку Горизонта, одного из лидеров национальной сборной Юлию Василевич, которая еще на сезон продлила контракт с московским «Динамо». При всем моем уважении к Горизонту было видно, что не хватает им ярко выраженного лидера в помощи Насте Веременко, которая сможет помочь ей набрать все очки, создавать. Потому что Настя, к сожалению, все она делать не может. Она и подбирает, и заслоны ставит, и иногда даже выводит мяч. Поэтому думаю, что в следующем сезоне Горизонт найдет себе помощь Насте Веременко и игра будет у них сплановаться по-другому. Видимо, вот эти 3-0 на данный момент отображают преимущество команды Минска над нами. Ну, другое дело, что в отличие от первых двух матчей, сегодня удалось побороться. Сегодня удалось практически все отдать для того, чтобы достать соперника. И достать не получилось, но сегодня хотя бы не стыдно за то, как команда именно сражалась. В течение нескольких лет золото было у нас, и именно эти фамилии делали результат. Но идет время, подрастают другие игроки. Плюс у Минска, я уже говорил, очень качественная задняя линия. Пара легионеров, именно защитниц, которые делают действительно всю игру. Опять-таки, я говорил, у нас очень сильная передняя линия за счет взрослых, ветеранской составляющей. Но так получилось в этой серии, что, к сожалению для нас, что Минская задняя линия переиграла нашу переднюю. В обойми новоиспеченных чемпионок сразу две легионерки из США – Рэйчел Терриот и Киана Джонсон. Несмотря ни на что прогрессировать они решили именно в Беларуси. С Кианой вообще долгие были переговоры, например, в последний момент там получилось. А Рэйчел как бы у нас играла, наша репутация работает на нас в этой ситуации. Очень трудный вопрос привлечь сюда легионеров. И надо иметь хоть какую-то репутацию, не какую-то, а хорошую, чтобы они сюда приехали. У вас более молодой состав, скажем, чем у Горизонта. У Горизонта опытнейшие ветераны. Все-таки молодость взяла верх в этом составе. Я бы не сказала, что у нас прям молодой состав. У нас, наверное, самый лучший возраст для баскетбола. То есть самой младшей девочке 17, остальным за 20, самой старшей 30. То есть это прям возраст пиковой формы. Поэтому в этом году состав очень хороший. И, конечно, сейчас нашим клубам, да и национальным сборным не хватает международного опыта. Не хватает очень игр. Не хватает в нашем чемпионате хороших игр. Раньше это компенсировалось тем, что была Восточная лига. Некоторые команды играли в Еврокубке. Балтийская лига раньше была. И это приукрашивало сезон. А сейчас только наш чемпионат. И очень мало хороших игр. Все это понимают, что когда придет время, мы должны быть готовы. Поэтому сейчас больше уделяется внимание именно молодежи. То есть не прям 18-летним, а даже еще более младшим девочкам. Чтобы вырастить их сейчас для нас в сборной. Чтобы они выросли конкурентоспособными и сильными игроками. Мне не хотелось этого говорить. Но, мне кажется, без практики, с сильнейшими командами, безусловно, уровень мастерства немножечко падает. И только опыты игроки, которые проиграли уже в свое время, могут показывать себя на этом уровне стабильно. Но, к сожалению, сейчас при таких возможностях, с подрастающим поколением, без практики за рубежом, сложно будет как-то хорошо себя показывать там. Ну, конечно, бы хотелось посоревноваться с сильными соперницами, посмотреть. Вот у нас как бы не было год такой практики. Но поиграли хорошие спарринги со сборной России. В принципе, да, наша команда, ну, по итогам Евробаскета 2021 года мы заняли четвертое место. Но уровень не упал. А за счет, я думаю, молодых спортсменок он еще и повысился. Поэтому пожалеют те, у кого с нами нет возможности сыграть. На сегодняшний день отстранение продлено до конца 2024 года. Вот, что будет потом, я думаю, сказать никто не может. Но мы усиленно ищем выходы на азиатские страны. Уже есть у нас хорошие договоренности и с Кыргызстаном, и с Узбекистаном. Поэтому будем работать. А пока все внимание баскетбольных болельщиков в Беларуси переключается на мужскую финальную серию. Минск дважды обыграл Гродно 93 и уже 22 мая в третьем матче может оформить свой 16-й чемпионский титул в истории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По ходу биатлонного сезона и межсезонья болельщики горевали над кадровыми проблемами женской сборной Беларуси. Не хватало качества в эстафетах. А тут еще карьеру собирается завершать Ирина Лещенко. Но команду выручает биатлонист Максим Воробей. Он женится на россиянке Ксении Шнейдер. И, понятное дело, она за мужем переезжает в Беларусь. 24-летняя Ксения как раз эстафетный боец и имеет награды в командных гонках. Со стороны эта комбинация выглядит просто и понятно. Но давайте подтвердим все это или опровергнем у самих молодоженов. Андрей Козлов встретился с ними на сборе в Раубичах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как так получилось, что в сборной Беларуси так неожиданно появилась новая биатлонистка? Это не быстрое решение было. Это все обдумалось в голове. И потом были какие-то факторы, наверное, которые повлияли на это. Ксения Шнейдер уроженка Тюмени. Место совершенно биатлонное. Там же первые шаги в спорте. И в будущем профессиональное выступление за сборную Тюменской области. В прошлом сезоне она заняла 20-е место в общем зачете Кубка России. Точно такая же строчка и в зачете Кубка Содружества. И этот сезон в российской сборной для 24-летней девушки пока стал последним. Да, я родилась в Тюмени. И все это время тоже жила в Тюмени. Спортом начала заниматься 7 лет. То есть, ну, примерно. То есть это где-то 16 лет уже точно занимаюсь. Вот. Сначала начинала в лыжных гонках, затем перешла в биатлон. Ну, ты всегда знала о белорусском биатроне что-то, как это росло. Получается, на время, когда детство Дарья Домбровича высказала? Да. Ну, тогда ты представить не могла, что будешь выступать за ту же сбору. Никогда об этом не задумывалась. Всегда хочется тянуться за тем, кто сильнее тебя, набираться опыта и становиться сильнее. А я считаю, что здесь прекрасные шансы, ну, это все реализовать. Мы и до этого были знакомы, поэтому как-то у нас хорошее общение. Я открытый человек, у меня всегда, в принципе, я совсем легко нахожу общий язык. Но мне здесь намного уютнее, как-то комфортнее, спокойнее. И, не знаю, обстановка такая. Ну, в Тюмени тоже так-то хорошо. Ну, в России, в каждом городе, каждый, ну, то есть разный ритм жизни. У нас в Тюмени тоже, можно сказать, более спокойный, нежели чем в Москве, там, в Питере и других городах таких больших. Вот, поэтому, наверное, здесь я ощущаю себя как дома. Так, Борисов. В прошлом Ксения соревновалась с главными белорусскими звездами на дистанции, как Динара Смольская и Анна Соло. Теперь тренируется с ними бок о бок, не видит как конкуренток и признается, что встретила к себе исключительно дружеское отношение. Да, долго думали, конечно, ну, как, мы уже вместе почти полтора года, и вот этот последний сезон мы очень думали, потому что предыдущий год, лето, все провели раздельно, очень было это тяжело и мне, и Ксюше. На протяжении всего сезона думали, решали, как это и что, ну, я сделал так по-другому, сделал предложение. Ксюша спортсменка перспективная, и я думаю, у нее все еще впереди. Ну, на эту минуту я, опять, ничего не расписан. Правильно, нет, на данный момент. На следующую неделю? Планируем, да, на следующий день. Это будет вот в кругу нашим близким только, и все. Ну, а где-то в конце сезона летнего мы планируем уже провести торжество. Тут не стояло первоочередное, что нужно в сборную каким-то образом? Нет, нет, это так не стояло. Ну, я знал, что я сделаю предложение, и Ксюша, как бы, я думаю, догадывалась это точно. Так ответственность вообще? Ну, да, конечно, очень ответственные. Я долго думал об этом и решился. Мы не афишировали это. Да, счастье любить и тишину, как говорится. Просто многие сказали, что вы уже якобы вышли замуж, то есть собрали свадьбу. Ну, вот это смысл. Да, я не знаю, откуда ты выскочил, но все пока не так. Как вообще так случилось, чтобы оказались вообще вместе тогда? Ну, мы, наверное, познакомились с какой-то общей компанией друзей. Да, в прошлом году в Ижевске. Не, ну, я вообще-то Ксюшу давно уже и замечал, и видел. Сейчас намного уютнее, да, получается? Это плодотворный, наверное, рабочий процесс? Понимаешь, ну, это конкретно плодотворный, это влияет. Потому что я меньше стал в телефоне сидеть, постоянно эти звонки переставли, вот эти все связи, вот эти... Ну, да и Ксюша где-то мне помогает, а где-то я, и у нас взаимосвязь, скажем так, в спорте. Косвенно тему биатлона продолжим. Профессиональный спорт заставляет велосипедиста Станислава Башкова завершить карьеру досрочно. Все потому, что его жена Анна Соло, и у нее перспектив в мировом биатлоне куда больше. Пара воспитывает дочь, которая еще совсем маленькая и нуждается в постоянной заботе. А пропускать детство своего ребенка, полагаясь на бабушек-дедушек или нянь, мама и папа не согласны. Башков еще собирается напоследок выступить на чемпионате Беларуси по велоспорту, поэтому сейчас усиленно работает над собой между тренировками жены. О непростом быте спортивной пары узнал Станислав Липский. Нашу съемочную группу Стас Башков встречает не один, а с дочкой Мирой. Договорились на интервью с именитым велогонщиком. Мы в спорткомплексе Раубичи, так как у супруги Стаса Анны Соло здесь уже стартовал первый предсезонный сбор. Маленькой Мире тут комфортно. А если малышка устанет, для нее предусмотрено транспортное средство, удобное, которое, кстати, помогает и во время тренировок их родителям. В данном случае вот это вот чудо-машина. Что это такое, рассказываешь? Это классно чудо-машина. Это вот для тренировки, например, там выезжать летом, да, я могу дочку взять с собой, цепляю на велосипед. Там специально вот снимаются штуки, передние колеса, удлинитель такой, цепляется на заднее колесо. Все, закрывается сеточкой или пленкой, если дождь пошел. Все, едешь, ребенок сзади видит тебя. А зимой классно, Аня, на лыжах кататься. То же самое, снимается передняя и задняя. Ставится лыжник, две. Тоже на пояс специальный, ну и удлинитель. Все, и на лыжах гоняет, и ребенок сидит прямо. К основной же части интервью мы со Стасом приступили только после того, как Анна завершила тренировку. Маме и цветочек, и дочку, а нам 20 минут эксклюзивного разговора. Смотри, что мы тебе сорвали. Ау, я только хотела вам сорвать, перенести. А вот и мы тебе. Хоть я подарю мужу. Исправился на камеру. Стас, спасибо за интервью. На мой взгляд, это всегда интересно. Ты большой профессионал, известное имя в белорусском спорте. Так, давай рассказывай, какой у тебя этап карьеры сейчас, какие мысли, какие ближайшие планы. Я уже на стадии завершения карьеры. Все-таки 15 лет уже, как бы, лет уже так, немножко молодежь, как говорится, на пяточки наступает. Ну и у нас, как сказать, семейная была такой разговорчик, что пора кому-то завершать карьеру и смотреть ребенка, ну, помогать. Потому что мы хотели, как бы, чтобы родители помогали, там, бабушки, дедушки. Но Аня, я решил, что все-таки воспитание родителей будет лучше, чем бабушка и дедушка. Так что мы решили, что все-таки я буду завершать карьеру. Тяжело было, потому что я хотел, и меня и другие команды звали, и в Китай звали, и хотели, чтобы я приехал туда. Ну, тут сели, обсудили. Тяжело было, конечно, но решили, что все-таки, как бы, у меня лет уже хватает. И молодежь... Она может выходить из декрета быстро, да? Да, да, да. И она сказала, ну, как бы, она сказала, говорит, Стас, надо решать, потому что я хочу еще бегать. Я еще не показала тот максимальный результат, который я могу еще показать. Я говорю, проблем нет. Хочу завершить карьеру красиво, проехать чемпионат страны. Ну, тренируюсь как? Тренируюсь по возможности. У нас у супруги тренировка с утра, там, в 9 до 12. И она потом перехватывает эстафетку, и тренируюсь я. Там, мне выходит 2-2,5-3 часика, и потом она выходит на вторую тренировку. А я с ребеночком. Честно, я в своей карьере горжусь. Я достиг много результатов, своих тех, которые, можно сказать, не перечесть, сколько я там повыигрывал, сколько призовых мест занял. Я доволен своей карьерой, не жалею, что я буду завершать карьеру. И завершать буду на хорошей для себя ноте. Так, Стас, порассуждай. Супруга, слава богу, в отличной форме, здорово выступает. Что сложнее, переживать за своего близкого человека или выступать самому? Кстати, переживать, да, больше такое, больше адреналин. Ну, и, конечно, переживаешь, стоишь на старте. Ну, как бы, когда я гонялся, стартанули, как бы, отключаешься от этого момента. А когда ты переживаешь за нее, знаешь, даже такой адреналинчик так потряхивает, ну, что потом попало, знаешь, такое есть. Все-таки, как бы, гоняться легче, чем переживать. Так, ну, наверное, житейский вопрос, как отца, отцу. И животик, что такое больной, знаешь, наверное, и подгузник умеешь. Все здесь ты прошел, правильно я понимаю, эту школу жизни? Я ничего не скрываю, да, я ребенка могу и переодеть, и накормить, и спать, уложить, и погулять, как бы. У меня это не придает никаких усилий, и, как бы, все, все просто, как бы, и ночью могу встать. И, да, бывало вот эти вот первые бессонные ночи, когда ребенок плачет, да, конечно, где-то Аня поспит, где-то я посплю. Конечно, меняешься в любом случае, а она плюс еще, когда тренироваться начала, ну, и я тренируюсь. Как бы, конечно, вот эти вот первые моменты, вот три месяца тяжеловато, ты выходишь на тренировку, уставший такой, хочется спать, знаешь, ну, как бы, вот это. Ну, вот, перебороли, и все это, как бы, прошло все быстро, гладко, и... Животик болел или не болел, вот этот испомизан, все тоже было? Все это, все это, все проходили, как бы, тут зубы резались, это вообще было. Ночами просто спит, спит, потом резко кричит, и ты не знаешь, что делать. Ну, ты уже понимаешь, что это зубы, как бы, все начитанное уже, как бы, все, встаешь там, обезболивающее сделал или еще что-то там. И, опять же, вопрос, конечно же, на сумасшедшую перспективу, но все же, дочери, желаешь спортивную карьеру, думали или нет, будет, может быть, велосипедный спорт в ее жизни приоритетным, или же биатлон, вот, ну, расскажи нам тут мысли свои. Честно говоря, ребенок у нас будет выбирать сам свой путь, хочет, может, она будет на гитаре играть, в музыкальной школе учиться, как бы, тут-то она выберет сама, заставлять точно не будем. Как бы, будем смотреть, что она будет, к чему будет тянуться туда, и пускай идет. И это все на сегодня. Агентство теленовостей представляет проект «Спорткадр» на Беларусь 5. Еще увидимся.